главная для нас новость пришла конечно из барселоны сегодня там завершают возведение самого знаменитого долгостроя испании собора саграда фамилия об этом сообщил канал cnn закончено строительство пяти центральных башен искупительного храма святого семейства который начали возводить в 1882 году когда завершатся работы над 6 башней в центре по плану это произойдет 2026 году то собор наконец-то будет достроен на прошлой неделе на башне евангелиста матфея установили последнюю деталь скульптуру человека об этом сообщает в качестве breaking news канал cnn вообще собор саграда фамилия начали строить по проекту антонио гауди который решил что в соборе будет 18 башен там подробности не буду гауди сам погиб издать несчастного случая в 1926 году когда только небольшая часть собора была построена и сейчас собор продолжают строить и строить теперь вы зададите вопрос логичный какого черта шатульман начинает выплат шатульман за сегодня от 3 октября с какого-то собора саграда фамилия при всем уважении к гауди барселоне саграда фамилия когда мы говорим о войне волнует нас война война когда россия напала на украину объясню самый частый вопрос который задают мне в том что на улице михаил ну когда уже закончится война ну вот это примерно такой же вопрос как когда достроит саграда фамилия в каком смысле вот сегодня cnn сообщает что наконец-то стало известно что саграда фамилия достроит в 2026 году в 2026 году достроит через три года а начали в 1882 то есть сколько сто сорок один год назад начали через три года уже закончили 143 года назад начали через три закончили я думаю что в 1882 когда начинали то в планах гауди не было написано закончим в 2026 такого плана не было это план родился по ходу пьесы как бы сам по себе я к чему все это не потому что мы будем воевать 140 лет нет а потому что сегодня делать какие-то прогнозы по тому когда мы закончим войну безответственно даже как сегодня безответственно говорить вы знаете собор будет достроен в 2026 вот в 2026 точно уже вот прям голову даем на отсечение вот до этого 141 год не получается закончить но за ближайшие 3 закончим точно но это как сейчас сказать война закончится через две-три диты вот серьезно мне кажется все позорить со своими прогнозами в том числе я поэтому ни слушайте меня когда ядаю прогнозу я по этому не даю прогноз о том когда кончится война ну смысле все все прогнозы закончены войну просто до конца вот собор саграда фамилии будут строить пока не построен пока на нем не будет, как тут сказано, пока на нем не будет 18 башен, 12 из которых посвящены апостолам, 4 евангелистам, одна Иисусу и еще одна Деве Марии. Вот тогда собор будет достроен. Война между Россией и Украиной закончится, когда каждый российский военный, который сегодня находится на территории Украины, будет либо уничтожен, либо изгнан с территории Украины, естественно, в народном признанном границах 1991 года. И когда отсюда будут депортированы все те россияне, которых привезли в качестве гражданских оккупантов из Крыма и так далее. Вот тогда война будет закончена. А сагранная фамилия будет закончена, когда там будет 18 башен. Короче, я к чему? Хватит прогнозов об окончании войны. Воюем, господа, к сожалению, воюем, продолжаем воевать. Ну, раз уж вспомнил я автора мема про 2-3 недели, то скажу пару слов о нем. Ничего плохого говорить не буду, как вы знаете, этот человек помог мне лично душой выстоять в первые недели войны, за что им бесконечно благодарен на всю жизнь, чтобы он там дальше не делал в любом случае. Я знаю, что сейчас отношение к нему у многих меняется, но заслуги у него никто не отнимет, как мне кажется. Все равно нельзя отнимать у человека заслуги. Я про Алексея Арестовича, как вы догадываетесь, но никогда не шутил над его фамилией, а сегодня просто вынужден. Ну, просто все уже шутили, да. А я буду последним, кто пошутит про это. Такой случился забавный казус, что за один день пришло про него две новости. Новость первая, это в России Алексей Арестович объявлен в розыск. Ищут они Арестовича. Ищут пожарные, ищут милиция. Ищут его, понимаете, и не могут найти. Ну, абсурдная, конечно, новость искать Алексея Арестовича в России, да. Его там нет. Сразу скажу. Может, им просто упростить им работу, сказать, ребята, Алексея Арестовича у вас нет и не будет никогда. Вот. В общем, Арестовича реально объявили в розыск. Ну, у них так милиция работает российская. В розыске он теперь ищет, ищет. Вот. Но это ладно. Розыск объявили Российской Федерации. В это же время, значит, народный депутат Украины Олег Дунда призвал правоохранительные органы обратить внимание на заявление Арестовича и завести на него уголовное дело. Потому что это народный депутат. Он съездил на форум Свободной России в Таллин, а в это же время там был Арестович. И Арестович, по словам Дунда, сказал там, на этом форуме Свободной России, что настоящий фашизм – это записывает всех русских фашистов. И вот за эти слова, я так понимаю, Олег Дунда призвал завести на Арестовича уголовное дело. Я не очень много знаю про Олега Дунду, про него рассуждать не очень хочу. Но интересно, да, то есть обвиняют Арестовича в том, что он сказал, что записывает всех русских фашистов – это фашизм. При этом его требует привлечь к уголовной ответственности человек, который сам на этом форуме был, на форуме как бы хороших русских. То есть, видимо, он приехал на форум только сообщить, сообщить уважаемому форуму, вы знаете, вы все фашисты, все, каждый из вас. Ну иначе зачем ехал? Если он осуждает Арестовича за заявление, что всех русских нельзя записывать фашисты, значит, он, видимо, записывает. Видимо, он приехал сказать, так, вы все тут фашисты, я к вам специально на форум явился, пустите меня на трибуну, сейчас я вам буду это всем объяснять. Ну ладно, снова даже не об этом. Итак, в один день Арестовича в одной стране, в России объявили в розыск, а в Украине призвали, призвали завести на него уголовное дело. Ну такой дважды Арестович получается. Интересно, что сам Арестович про это знал. Я прекрасно помню, как в начале войны, когда у него брал интервью, по-моему, Дмитрий Быков, да, брал у него интервью Дмитрий Быков, начало войны, ну как начало, первые месяцы. И Арестович сказал, что после победы меня объявят предателем. Сразу объявят предателем. Арестович ошибся только в одном, его объявили раньше, чем наступила победа. Поэтому, кстати, вот встретились два одиночества. Дмитрий Быков, человек, который объявлен на агентом России и одновременно внесен в сайт миротворец Украины. И Алексей Арестович, который в розыске в России и одновременно его требуют точно так же в розыск объявить в Украине. В общем, повторюсь, я не согласен со многими высказываниями Алексея Арестовича. Вместе с тем, искренне благодарен ему за все, что он сделал в начале войны. Теперь двигаемся дальше на юг, на юг, на глобальный юг в Армении. Армения сегодня в центре внимания. Вокруг Армении пылается страсть. Парламент Армении ратифицировал, извините, сложные слова, я их никогда не могу запомнить. Ратифицировал римский статут Международного уголовного суда. Две фракции, правда, были против. Фракция, которая называется Армения. То есть, как бы Армения была против того, чтобы Армения приняла римский статут. И фракция честь имеет. Видимо, честь она больше не имеет или имеет ее где-то в уголочке. Потому что, несмотря на мнение фракции честь имею, Армения все-таки ратифицировала римский статут. Что это означает? Что когда на территории Армении окажется человек, которого разыскивают правосудие из ГААГи, который обвиняет в этих преступлениях Международным уголовным судом, он должен быть немедленно арестован и отправлен в ГААГу. Вы сами на это догадываетесь, что говорим мы не про какого-то абстрактного человека, а, конечно же, про Марию Львову Белову, которая российского детского обгудсмена, которая объявлена в розыск за то, что воровала украинских детей. В том числе одного удерживает прямо он у себя, дома подростка из Мариуполя. Так вот, судьба Марии Львовой и Беловой просто совершенно взблодораживала всю Российскую Федерацию по этому поводу. То есть, Армения просто примкнула к нормальному закону международному, решила взять на себя обязательства в рамках международного уголовного права. Это возмутило Пескова. Понятно, что не из-за Львовой и Беловой, а из-за Путина. Иначе бы это возмутило пресс-секретаря Марии Львовой и Беловой. Да, была шутка, юмор, сарказм. В общем, Песков в ответ на заявление Армении сказал, присоединение Армении к Римскому статуту является некорректным решением, сука. Некорректным. Откуда он такое слово вообще знает? Он же российский пресс-секретарь президента. Какой некорректный? Это тот человек, который что там говорил, что оппозиционерам надо печень по асфальту размазывать? Это, видимо, было корректное, да, у него заявление. Или что там? Что он политикой не интересуется, когда публиковали кадры из СИЗО в городе Грозный? А тут у него некорректное решение. Армения некорректно себя ведет. Опять-таки для пресс-секретаря президента России то, что Армения присоединяется к международному праву, к международному праву, это является некорректным решением. Это просто она многое говорит о России. Это все говорит о России. Поскольку Россия не соблюдает международных законов, не планирует их соблюдать, не планирует их соблюдать, то для них, когда какая-то страна собирается соблюдать международный закон, для них это некорректное решение. Дальше, правда, Песков пояснил себя. Говорит, в Кремле бы не хотели, чтобы Путину когда-либо пришлось отказываться от визита в Армению. Так не придется отказываться. Зачем отказываться? Наоборот, приезжайте, сейчас как раз вишня на сезон, вишню кушать. Ну, я знаю, вишня, наверное, уже давно созрела, но вы все равно приезжайте. Будем готовить вам этот долма. Пусть приезжает в Армению. Теперь, Тушки, вот просто жду с распростертыми наручниками в Ереване. Поэтому зачем отказываться? Он зря переживает Песков. Наоборот, появился новый повод съездить в Армению. Билеты в Армению из России стоят дешево. Можно лететь в Ереван, кстати, на самолете, который не сломается, потому что, вы знаете, за границу нормально, лететь на таком самолете нельзя, запчасти же не продают, Евросоюз не продает. А в Армению можно лететь на нормальном самолете, наворованном. Вот. А потом бесплатно в ГАА. Билет бесплатный. Поэтому я бы на месте Путина, конечно, прямо сегодня собирал чемоданы в Ереван. Но это не все. Не все, не все, не все. Значит, дальше, как выяснилось, некоторое заявление сделал господин Лавров. Это министр иностранных дел РФ. Министр иностранных дел РФ. Он сказал следующее. Выход из ОДКБ – это суверенный выбор руководства Армении. То есть он уже провожает, а теперь Армению из ОДКБ. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российскими народами, русским народом и другими народами России и армянским народом, их никакими временными администрациями не разрушить. Никаким временными администрациями не разрушить. Вот как закрутил. То есть, значит, из ОДКБ хотите – велкам. Пожалуйста, скатертью дорога, реведерчи. В общем, короче, вы поняли, да? Счастливого пути и так далее. Но дальше, говорит, связи, которые веками существовали между российскими народами, русским народом и другими народами России и армянским народом. Тут я не понял, что-то он запутался. То есть он как бы имел в виду, что армянский народ – он тоже русский народ, что армяне и русский – один народ, или что это один из российских народов, а что как бы армянский народ он отдельно поставил. Это сложно. Но дальше-то в этой сентенции что звучит? Их никаким временным администрациям не разрушить. Вот тут-то интересное самое, да? Он про кого говорит? Ведь, например, Пашинян – законно избранный премьер-министр, дважды законно избранный премьер-министр Армении. То есть явно не про него, он точно не временная администрация. То есть, получается, лошадиная морда намекает на Путина? Он про Путина говорит временной администрации? Он считает Путина и себя самого временной администрации? Ладно, себя. Пожалуйста, самокритика. В России самокритику уважают. Но он про Путина говорит, что Путин – это временная администрация Российской Федерации. Я бы на месте органов… Вот я сейчас выступлю в качестве этого депутата Дунды. На месте компетентных органов России я бы лучше не за Арестовичем гонялся. А вот Лавров назвал Путина временной администрацией Российской Федерации. Опасное дело. В общем, держись, Армения. Сегодня мы с тобой, как говорится, душой с Арменией, которая взбунтовалась против Российской Федерации, взбунтовалась, ей надоело быть колонией России. Пушиняну надоело носить чемодан с говном за Путиным. Причем говном не в смысле физическим, физическим говном носит какой-то охранник. А вот с идеологическим говном весь прошлый год за Путиным чемодан носил Пушинян. Он ездил на все путинские форумы, ходил за ним следом, возлагал венки на могилу пока еще не Путина, а кого-то другого и так далее. То есть чемодан с идеологическим говном за ним носили президента Эритреи и премьер-министр Армении. Слава Богу, что больше он не вынужден этим заниматься. Почему все так в мире осмелели-то? Почему Армения осмелела? Потому что, видать, видят, что с Россией что-то не так. Вот в Министерстве обороны Великобритании тоже это видят. Министерство обороны Великобритании предполагает, что украинским силам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море. Я заявил об этом младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи выступление на Варшавском форуме о безопасности. Самое приятное в этой новости для меня узнать, что в Великобритании существует младший министр обороны. Это я считаю правильно. Вот зря мы увольняли Резникова. Правильно? Как министра обороны. Надо было просто второго назначить младшим министр обороны. Был бы старше министр обороны, Резников. Надо по сроку службы, старший по возрасту и младший министр обороны. И пока один там покупал бы самолет, и другой бы ездил в Варшаву на форум. А что нам? Еще среднего можно завести министра обороны. Это как раз очень даже удобно было бы. Тем более для воюющей стороны нам одного министра обороны явно мало. Да, прогресс Украины медленный, говорит младший министр обороны Великобритании, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на Харьковский прорыв, как на образец успеха, но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море. Украина нанесла функциональное поражение российскому черноморскому флоту. И, кстати говоря, россияне это, в общем-то, признают. Даже во время российского пропагандистского шоу, там то ли у Соловьева, то ли у Скобеева, сказали, один чувак там выступил и сказал, что в Черном море российским кораблям негде спрятаться от украинских ударов. Черное море превратилось в большую лужу, где царствует украинский флот. Да, у нас флот из дронов, зачем нам моряки, что же мы будем, живых людей, чтобы в корабли засовывать? Мы же не варвары российские, правильно? У нас дроны, я думаю, что мы построим такое количество дронов и настолько больших, и настолько управляемых, и настолько скоростных, что нам просто не понадобится все это, вся эта срань, все эти эсминцы и так далее. Зачем они нам? Мы прекрасно можем плавать вот так, тем более научимся жить под водой с этими дронами. Так что, действительно, мы сами как-то недооцениваем победу. Я зачем эту новость вообще зачитал? Она как бы вроде капитан-очевидность, она вроде везде уже прошла. Это чтобы мы сами научились ценить наши собственные победы. Эта победа достигнут. Хватит плакать, что у нас ничего не получилось тут. Осенью наступать куда-то не получилось. Вот, мы Черноморский флот разгромили. Черноморский флот вывели из строя. Функциональное поражение. Ну, а комментируя сухопутное контрнаступление Украины, тот же хиппи, хиппи, не в смысле хиппи, а в смысле хиппи, младший министр обороны Великобритании, сказал, что каждый дюйм важен. Да, каждый дюйм важен. Но у нас в Украине в таких случаях, говорят, каждый сантиметр важен. Но для хиппи сделали скидку на то, что он британец и в сантиметрах считать не умеет. Из тяжелых новостей. Вы знаете, новостей-то самих фронтовых каких-то у меня сегодня больших для вас нет. Все продолжается. Бои там же. Бои там же, поэтому лучше посмотрите вместо меня того самого дважды Арестовича. Я думаю, что он почти каждый день выходит с карты и все вам подробно рассказывает. Я не буду из себя Арестовича изображать, да и карты у меня нет. И в окопах я не разбираюсь. Но вот, к сожалению, плохие новости с оккупированных территорий. Убили оккупанты женщину, которая сопротивлялась ограблению, мародерам российским. Российские солдаты, как известно, воруют еду из домов, воруют домашнюю птицу, домашний скот. Россияне также воруют автомобили у гражданских, похищают. И когда люди пытаются отстоять свое имущество, то военные открывают по ним огонь. Вот убили женщину в селе Ольгино. Вот так. Ну, там же, правда, по неким источникам из этих населенных пунктов, что у них там панические настроения, что они готовятся отступать. И поэтому сейчас мародерствуют и воруют автомобили в Чаплинке, Железном порту, Малых Копаних и других городах и селах. Центр национального сопротивления, который за всем этим следит, он собирает списки российских военных, которые мародерствуют. Но, честно говоря, я думаю, что, к сожалению, жителям оккупированных территорий пока от этих списков ни жарко, ни холодно. Я вчера в комнате начал выпуск как раз с приветствия в адрес жителей оккупированных территорий. Тяжелее всего сейчас, кроме, если не брать тех, конечно, кто, собственно, на фронте рискует сегодня жизнью. И откликнулись многие в комментариях. Прямо писали люди, кто сколько времени уже под оккупацией. Было понятно, что многие из Крыма, многие из Донбасса. Но кого-то оккупировали полтора года назад, как херсонцев. Сейчас, наверное, самый тяжелый период у херсонцев, потому что перед вступлением будут беситься эти россияне. Будут особо варварски себя вести, впрочем, как и всегда. Но поддержка Украины не ослабевает. Сейчас много было, опять-таки, разговорчиков в строю о том, что в Америке приняли неправильный бюджет, там ничего не заложено на Украину. Вот вам новость. Прямо трагическая такая. В Пентагоне на оружие для Украины осталось 5,2 миллиарда долларов, говорит Wall Street Journal. Что всего 5,2 миллиарда. Ну, до войны, наверное, наш военный бюджет весь такой. Ну, всего 5,2 миллиарда. Был военный бюджет в год. А сейчас в Пентагоне на оружие осталось, осталось 5,2 миллиарда долларов. То есть, как бы, нам есть чем поживиться еще в этом Пентагоне. Это я для паникеров, которые говорят, все, нас Америка бросила, больше ничего нет. Эти 5,2 миллиарда долларов, как пишет Wall Street Journal, примерно эквивалентны стоимости оружия, которое администрация Байдена направила в Украину за последние 6 месяцев. 6 месяцев, 6 месяцев, то есть, нам за 6 месяцев на 5 миллиардов направили, еще 5 миллиардов осталось. То есть, там запас на полгода. Но, пишет Wall Street Journal, на самом деле тут не на полгода, а меньше, всего лишь на несколько месяцев. Ну, всего лишь на несколько месяцев запас. У них там временный бюджет в Америке прилили на 45 дней. То есть, за 45 дней что-то они там разрулили, скорее всего. И снова появятся у нас деньги на оружие. Вот, вообще же, 5 миллиардов долларов эти составляют 12% от общей помощи в сфере безопасности, которую США до сих пор направили Украине после вторжения Российской Федерации. Всего они 43,9 миллиарда, 44 миллиарда долларов направили американцы уже. Это в виде оружия имеется. Это что, это мы говорим про вооружение. Теперь про помощь не в вооружениях, а финансовую помощь. Евросоюз сегодня принял решение, Европарламент проголосовал за то, что создается украинский фонд, фонд поддержки Украины на 50 миллиардов евро. То есть, там нам уже 42 миллиарда дали и еще 5 есть, и тут еще 50 миллиардов евро нам дадут. Причем Европарламент проголосовал за резолюцию по пересмотру бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, который, в частности, предусматривает создание специального украинского фонда в 50 миллиардов евро. Вот заговорил я о таких больших цифрах и вспомнил, что я забыл совершенно 50 миллиардов туда, такой весь разошелся, 5 миллиардов, 50 миллиардов. У меня всего 279 тысяч. Я про подписчиков. А о чем ты говоришь-то? Сегодня прием идет в 280 тысячу подписчиков канала Шетельман. 280 тысячи подписчиков. Это юбилейная 280 тысяча. А есть примета народная на канале Шетельман. Вам подписчики, вот те 279 тысяч, которые уже подписаны, не дадут соврать. Каждый из них знает, что. Что знает, правильно. Что когда ты уже, вот видите, на Шетельмонометр смотрит. Да, 279 на Шетельмонометр. Сейчас идет 280 тысяча набирается. Так вот, значит, 200, значит, что-то я заговорился, простите. В общем, 280 тысяча это счастливое. Кто попал в 280 тысячу, тому будет счастье. Так вам скажут люди из первой тысячи, им точно счастье. Из десятой, двадцатой, тридцатой. Поэтому примета такая. Пользуйтесь, подписывайтесь. Внизу либо жмете. Как подписаться на канал Шетельман? Объясняю. Либо под этим видео. Если вы смотрите меня уже на канале Шетельман, то внизу под этим видео нажали подписаться или же subscribe. Если вы смотрите на другом каком-то канале, то внизу есть описание к видео. Там в описании написано, подпишитесь на канал Шетельман. Вы туда нажимаете, переходите на мой канал и подписывайтесь. Тогда вы первым будете все видеть вместе с остальными 279 тысячами зрителей. Да, так вот, возвращаясь к 50 миллиардам от Евросоюза. Поправки о среднесрочном пересмотре многолетней финансовой программы были одобрены 393 глазами против 136. Еще 92 евродепутата воздержались. Пересмотр бюджета должен быть сфокусирован на многочисленных последствиях российской захватнической войны против Украины, на укрепление открытой стратегической автономии и суверенитета ЕС и на предоставление Евросоюза адекватной гибкости для ответа на кризис. В общем, до 27 года осталось еще сколько? 4 года. Вот на ближайшие 4 года 50 миллиардов евро нам дает Евросоюз. Это еще 50 миллиардов евро. И это все пока еще не касается репарации от России, которую мы получим. Это просто Евросоюз решил нам выделить. Это к вопросу о том, что нас бросят, Словакия, все сейчас заблокируют. Вот вам Словакия, вот вам блокирование. Ну и акт символической поддержки, такой идеальный акт символической поддержки произвела вчера во время вот этого визита массового министров иностранных дел 27 стран Евросоюза в Киев. Анна-Лена Бербок, министра иностранных дел Германии, она заявила, что Евросоюз расширяется от Лиссабона до Луганска. Лиссабон это если что в Португалии, Луганск это если что в Украине. И если раньше Евросоюз измеряли как от Лиссабона до Таллина, то теперь он будет от Лиссабона до Луганска. Это будет наибольшее такое расстояние, что ли, в Евросоюзе, скорее всего. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украину, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в Евросоюз, сказала Анна-Лена Бербок. Приятно слышать такие слова, что, о чем это говорит, о том, что Евросоюз совершенно не собирается уступать россиянам никакие не квадратного сантиметра украинской земли. Никто нас не будет призывать, потому что, ну вот конкретно сказали, Луганск будет в Евросоюзе. Ну раз Луганск будет в Евросоюзе, то уж понятно, что Токмак будет в Евросоюзе, Литополь будет в Евросоюзе, это само собой. Донецк будет в Евросоюзе, Симферополь будет в Евросоюзе, Севастополь будет в Евросоюзе. Какие сомнения? Вот. И, мне кажется, вот это, я три раза сказал, мне кажется. Вы меня поправляете, если я говорю, мне кажется, вы мне говорите, Михаил, если кажется, креститься надо. В общем, в общем, я сказал уже пять раз, простите. Спасибо, Анна-Лена Бербок, за поддержку. И за то, что она четко сказала, Евросоюз не будет подталкивать Украину к переговорам, которые предусматривают передачу каких-либо украинских территорий Российской Федерации. Россиянам пора прощаться с Луганском, а не только с теми селами в Херсонской области и городами, которые я вам перечислил. Но Россия не сдается. По сообщению New York Times, россияне в ближайшие дни планируют провести испытания ракеты с ядерным двигателем. Вот теперь как бы стало понятно, откуда ветер дул со всякими дебильными слухами о том, что какой-то Ковальчук... Меня просто однажды такой в интервью спросили, что Ковальчук советовал Путину в Арктике испытать ядерную бомбу. На самом деле речь шла вот об этом. Это и речь не о ядерной бомбе, а о бомбе с неким ядерным двигателем. Эту историю, эту сказку про эту бомбу с ядерным двигателем рассказывает Путин уже на протяжении как минимум шести лет. Идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, а даже карапуз. Не пойте и не прыгайте, не пейте и не пришите там, где идет строительство или подвешен груз. Так пелось в одном мультфильме моего детства. Путин тоже показывал мультфильм, но другой. Такой же, но другой. В мультфильме Путина ракета с ядерным двигателем оказалась способна облететь всю Землю 8 раз. Куда она там должна? Зачем ей нужно 8 раз облетать Землю? Кого она хочет убить таким способом? Если она хочет убить мирных жителей города Днепр, то не надо для этого 8 раз облетать Землю. Но вот его ракета такое может. К счастью, только в мультфильме. К счастью, только в мультфильме. Я думаю, что пластилиновая ворона из вышелкомянного мультфильма тоже могла облететь планету 8 раз и упасть в Днепре. Некоторые перепутали, я читал в разных средствах массовой информации, перепутали слова ядерный двигатель с ядерной ракетой. Идея россиян сейчас испытать в Арктике не ракету с ядерной боеголовкой, а ракету именно с ядерным двигателем. Хрен его знает в чем принцип, почему. Ну как бывает же подводная лодка с ядерным двигателем. Вот, видимо, и ракету решили сделать таким же хитрым способом. Сообщил об этом New York Times, журналисты которого изучили спутниковые снимки и авиационные данные и заметили передвижение самолетов и транспорта на аэродроме Рогачева в Арктическом регионе России. Это может свидетельствовать о подготовке к испытаниям ракеты, которая называется Буревестник или же ССХХХ9 Skyfall. Ее уже испытывали в 17-м и 18-м годах. Те все испытания прошли неудачно. То есть между тучами и морем гордый рейд, буревестник, черный молнии и подобный у них не получилось. А получилось, что буревестник робко прятал тело жирное в утесах, то бишь разбился у утеса. Последние две недели в этом районе также отслеживали самолеты-разведчики США и авиационные сообщения предупреждали пилотов избегать прилегающего воздушного пространства. В начале августа на авиабазе Рогачева два российских самолета, собирающие данные опуски ракет, были припаркованы примерно в 160 километрах к югу от места запуска. Господи, очень тут много всяких фактов, которые нам мало о чем говорят. Буревестник является одним из шести видов стратегического оружия вместе с россиян, в смысле, с такими как буревестическая ракета-кинжал. Видали мы этот кинжал уже. Навертели мы этот кинжал на нашем Патриоте в Киеве. Шесть кинжалов одновременно мы можем вертеть на Патриоте. Сколько буревестников пока неизвестно, потому что буревестника пока не существует, буревестник пока не летает. Почему буревестник не летает? Почему буревестник не летает как птица? Но вообще будет интересно, если Россияне до конца войны успеют Таки сделать этот свой гипервафлю Буревестник и запустят Буревестник по Украине с ядерным двигателем Когда мы его собьем, а мы его собьем Он ажиспотрет, то этот ядерный Двигатель куда-то упадет И получится, что у Украины есть ядерное оружие Или нет, или как это будет считаться Или это будет считаться мирный атом Ну потому что он же больше уже Долетает, даже не знаю Пока Пока наши силы ПВО Доказывают, что они готовы к Буревестнику Сегодня ночью россияне Запустили по нашим городам 31 беспилотник Типа Шахет, 29 из них Были сбиты Это кстати достаточно большой процент, учитывая, что В среднем за последний месяц мы сбили 73% Беспилотников российских А тут 29 из 31 Но это сколько процентов? Быстро посчитали 93% беспилотников мы сбили И единственную Выпущенную по нам ракету Класса Искандер Кей Мы тоже сбили Но возможно в ближайшее время Процент сбития Российских беспилотников Иранских Российских иранских беспилотников Увеличится Австралийцы нам решили помочь Люди вот казалось бы Ходят кверх ногами Им жить вообще очень трудно А они с первого дня войны Вместе с нами Несмотря на то, что у них Наверняка падают гаечные ключи Постоянно улетают туда вниз Они же там внизу Все равно австралийцы Как-то ухитрились построить Бронитраспортеры Бушмейстера Направили их сразу нам Тогда в самом начале войны Первый месяц буквально Направили на Бушмейстера Потом поставляли новые и новые партии Потом гаубицы австралийские К нам приезжали И вот сейчас Австралия передала Уже передала нам систему Для сбития именно беспилотников Таких как Шахет Значит Система называется Слингер Сообщил об этом вот всем Представитель компании Производителя этих Слингеров Мэтт Джонс Эти системы способны сбивать Бронокамикадзе Шахет-136 И вертолеты Причем показали высокую эффективность Такой работы Они могут работать одиночными выстрелами А могут выпускать от 100 до 200 выстрелов В минуту Но что ценно здесь В этом способе сбития Сбития Шахетов Что себестоимость сбитого Шахета Себестоимость процесса сбития Шахета Будет колебаться от 150 до 1500 долларов США Вот 150 долларов можно сбить Шахет 150 долларов до 1500 долларов Ну хорошо Давайте усредненно возьмем По 700 баксов за Шахет Если мы по 700 баксов за Шахет Будем их сбивать То вот прилетит 31 Шахет Как сегодня ночь 22 тысяч долларов 22 тысяч долларов Мы сбили все чистое небо Сейчас мы их сбиваем Во многих случаях Достаточно дорогими ракетами Я думаю что Нам иногда один сбитый Шахет Обходится больше чем 22 тысячи долларов А здесь можно будет 30 сбивать За 22 тысячи долларов Вот в этом Ценность в войне Это то насколько дешево Ты побеждаешь противника Это же очень важный фактор Сбивать патриотами Шахеты Мы не можем себе позволить Вообще к нам вот Собираются прилетать В 16-е И летчики наши Сейчас проходят обучение В том числе Для того чтобы убивать Шахеты Понимаете Для этого поднять воздух в самолет Там бензин для взлета Уйдет больше чем На все расходы Вот этой системы Слингер Которая будет сбивать Шахеты Поэтому ждем удешевления Нашей борьбы С воздушными российскими целями Всего две новости Про четверых Две новости Про четверых Осталось в этом выпуске Шетельман за сегодня 3 октября Поэтому прошу Поставить лайки Тех кто уже подписан Тех кто не подписан Знают что делать Я выше сказал Остальные поставьте лайки Мне всегда приятно Мне всегда приятно Читать ваши комментарии Приятно Серьезно Спасибо вам В общем хочу рассказать вам Про Пелевина Суркова Илона Маска И Рогозина Пелевин оказался Сурков Ну точнее как Сурков думает Что он оказался Пелевин Примерно так Вы знаете что Пелевин это такой писатель А Сурков совершенно наоборот Это такой негодяй Разжигатель войны И вот Российские Так называемые В российских пабликах Поговаривают То бишь всякие Российские Сомнительные телеграм-каналы Их даже в ВКонтакте Пишут что все Все стало ясно Сурков и Пелевин Это один человек Мне это напоминает Правда Такой какой-то Старый советский анекдот Про Чук-Чук Где Оказывается Маркс и Энгельс Это два разных человека А Слава КПСС Вообще оказывается Не человек Кстати с тех пор Я подумал Анекдот потерял актуальность Потому что Слава КПСС Стал человеком Есть такой рэпер Которого зовут Слава КПСС Он же гнойный И он чемпион По рэпу Среди россиян Но не о нем речь Речь все-таки Про Пелевина И Суркова Так кто-то Развернул компанию О том что Сурков Сурков это вот тот самый Который Бывший зам главы администрации Путина Который Придумал Новороссию Придумал вот это Убийство массовое В Донецке В Донецке В Луганске А потом был уволен За то что Малу убивал В Донецке В Луганске Видимо Поэтому его уволили И сейчас он пребывает Где-то в безвестности И раз в какое-то время Публикует статьи Я статью его Про северных медведей Комментировал вам В пятничном выпуске Шательман за неделю Где он рассказал Что будет какой-то Глобальный север США Единица с Евросоюзом И Российской Федерацией То есть просто Человек бредит Абсолютно Бредятина И вот теперь Видимо Вот я не знаю Да одновременно с этим Сори Извините Что сбиваюсь Одновременно с этим Пелевин выпустил Новый роман Новый роман Пелевина Который называется Называется Новый роман Пелевина Я не думаю Что вам это тоже важно В общем Какой-то новый роман Выпустил Пелевин Я его еще не купил Но обязательно куплю Обязательно прочитаю Вам если что Перескажу И вот выпускает Пелевин новый роман Он раз в год Выпускает новый роман А Сурков Новую статью И тут начинается новость о том везде, что, дескать, Сурков и Пелевин – это один человек. Наверное, Суркову очень хочется, чтобы его статью прочитали. И поэтому он утверждает, что он и есть Пелевин. Что, конечно же, вранье. Почему? Потому что есть разница. И это невозможно скрыть. Возможно скрыть то, что Пелевин – великий русский писатель, не проживающий, естественно, в Российской Федерации уже последние лет 20, а может и больше. А Сурков – мелкий российский чиновник. Понимаете? Великий русский писатель – мелкий российский чиновник. И вот эти невесы никуда не сдвинешься. Куда ты их сдвинешь? Вот сравните две цитаты про люди, которые пытались доказать, что это один и тот же человек. В одном из пабликов пытались доказать, что Сурков и Пелевин – это один и тот же человек. Поэтому они сравнивают две цитаты. Я вам их тоже зачитаю сейчас. Ну, тем, кому интересно все эти милициативные испражнения. Итак, пишет Пелевин, что это? Пишет Сурков в этой своей статье про Северный полюс следующую сентенцию. Человеческое мышление как таковое воспринимает реальность не в чистом виде, но всегда как реальность дополненную. Дополненную тем, что нереально. Вымысел работает как катализатор действия, как проявитель правды. Без вымысла не бывает движения. И последующие встречи с реальностью. Иногда нерадостно и гладко было на бумаге. Точка. Что сейчас в голове у вас? Прочувствовали? Вот у меня шум. Шум. Потому что когда мне бредят, я слышу шум в ушах сразу начинается. Это просто был набор слов чисто графомании. Что этот человек писал? У меня ощущение, что я послушал этого Дугина. Это именно просто набор философского, псевдофилософского бреда. Не философского, псевдофилософского. Можно обезьяну посадить, а она вот такое напишет. Или чат GPT попросить, напиши, псевдофилософское сочинение. Вот такая вот бредятина родится на свету. И знаете, с чем сравнивает автор опуса, доказывающий, что Пелевин и Сурков один человек, сравнивает со следующей фразой Пелевин из книги Generation B. Когда исчезает субъект вечности, то исчезают и все ее объекты. А единственным субъектом вечности является тот, кто хоть изредка про нее вспоминает. Понимаете разницу? Красота формулировок, слог. А главное, парадоксальное мышление с чувством юмора, а не набор бреда. Да, сложно воспринимать Пелевина. Я не говорю, что Пелевин простой писатель. Почитайте, и вы увидите коин за коином. Коин даосский, в смысле я имею в виду не даосский, а как они называются. У кого коины? Ну, напишите мне потом в комментариях, я забыл. Дзен. Дзен буддистов, правильно? Дзен буддистов. Вот, то есть такие парадоксы, загадки, касавицы. И вот какой-то жалкий чиновник пытается доказать, что он великий русский писатель. А тем временем, я же сказал две новости про четырех человек. А тем временем великий американский изобретатель Илон Маск, изобретший Теслу, изобретший PayPal, изобретший какую-то ракету. Пытается доказать, что он Рогозинцу. Понимаете, нет, реально. Вот Сурков, жалкий Сурков, пытается доказать, что он великий Пелевин. Вообще, кстати, да, как завещал великий Пелевин, как учат коммунистическая партия. Пелевин жил, Пелевин жив, Пелевин будет жить. И Пелевин, о, Пелевин, такой молодой и юный. Октябрь впереди. Кстати, у нас сейчас юный октябрь, третье всего октября. Пелевин такой молодой. Хорошо, да. Прям шедевр, что сочинит. У вас на ходу родила Саша Девор. Поставьте за это лайк этому видео и подпишитесь на канал Шейтельман за такое, за создание шедевра в онлайн режиме. Не бойтесь, сейчас отпущу. Последняя новость, честное слово. Итак, Илон Маск решил притвориться Рогозин. Рогозин, как вы помните, возглавлял Роскосмос тоже, как Маск. Ну, Маск, конечно, не Роскосмос, а Меркосмос возглавлял. Ну, какая разница. Потом поехал в ресторан Шешберш, был ранен в задницу и назначен сенатором от оккупированной Запорожской области. Великая биография, я считаю, великая. Википедии не хватит. Википедии не напасешься на этого Рогозина. И вот Илон Маск, человек, который изобрел тоже кучу всего. Докатился потом до чего? Сначала требовал воду пустить в Крым, потом требовал отдать часть территории вместе с населением Украины, вместе с украинцами, отдать россиянам, чтобы они их пытали и убивали. Потом, чего еще? Отключил нам этот самый интернет, чтобы мы случайно не уничтожили Черноморский флот. Мы как-то без его помощи уничтожили Черноморский флот. Не верьте спросить у младшего министра обороны Великобритании. Но Маск решил в этом не участвовать. И вот теперь Маск докатился до мемчиков, где просто пытается оскорблять президента Украины. Он публикует в своем твиттере, но теперь это не твиттер, а социальная сеть, как ее называет Маск. В социальной сети Маск опубликовал карикатуру, где президент Зеленский изображен, написано, когда уже пять минут не просил в подарок миллиарда долларов. То есть, как бы стебется над президентом Зеленским. Обидно за Маска. Он реально косплеит Рогозина. Это же ужасно. С косвелением Рогозина это еще не предел. Надо Илона Маска предупредить, уважаемый Илон Маск. Рогозин это не предел духовного падения. Предел это Медведев. Вы постепенно превращаетесь в Медведева. Когда вы агитировали за то, что, мол, Илон Маск реально печатал у себя в этом. Печатал. Старообрядческий мне язык сегодня. Публиковал у себя в социальной сети, нет, он тогда еще в Твиттере публиковал, что в 2012 году на тех территориях, которые сейчас оккупировала Россия, победила пророссийская партия регионов. Поэтому надо эту территорию подарить Российской Федерации, писал Илон Маск. И обязательно провести воду в Крым. Так вот, низ падения, это Медведь, Медведев. И сейчас он уже превращается, Илон Маск, в Медведева. Расскажите, кто там рядом с Илоном Маском сидит, он не превращался больше в Медведеву. Мы не можем. Это просто как обыкновенное чудо. Если тебя поцелуют принцессы, ты превратишься в Медведев. Похоже, Илона Маска поцеловал принцессу, он превращается в Медведева. Но мне, конечно, он больше всего напоминает сейчас персонажа из книги «Похождение бравого солдата Швейка» Фельдкурата Отто Каца. Потому что буквально цитаты Илона Маска стали напоминать Фельдкурата Каца. Поэтому я теперь буду называть его некоторое время Фельдкурат Маск. Фельдкурат Илон Маск. «Эй вы, гипсовые головы, я Фельдкурат Илон Маск. Если в Крыме нет воды, то русским лучше сдаться нашей славной армии», – восклицал Фельдкурат. Маск. Все. Всем пока. До завтра. Вы смотрели Шетельман за сегодня. А завтра вы будете смотреть тоже Шетельман за сегодня. Вот такие парадоксы пространства временного континуума на канале Шетельман. «Эй вы, гипсовые головы, 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 гипсовые головы